Друзья, приветствую всех на канале OptaMonoFly. Сегодня снимаю свое очередное видео, в котором хочу вам рассказать о том, что у нас случилось в квартире, то есть какая произошла проблема, и мы уже с этим живем целую неделю, и, если честно, нам это доставляет полные неудобства, а что случилось, вы узнаете сейчас в моем видео. Друзья, приветствую всех на канале OptaMonoFly. Но как мы узнаем, кто к нам пришел, если мы не слышим звонок? Что делать? Нужно было идти в ВГА и подавать им заявочку на ремонт, так как наша квартира принадлежит к ВГА, то мы должны были именно подавать заявочку им. Либо можно было позвонить, но так как я работал в такие часы, когда невозможно было им позвонить, точнее, я им несколько раз звонил на прошлой неделе, у них было занято, и не дозвонился. И поэтому мне пришлось ждать моих выходных, когда они наступят, и сегодня, во вторник, 17 июля, когда у них там день приема, я пошел в ВГА и сказал нашу проблему, что у нас сломался домофон. Что нам делать? Они спросили, по какому адресу мы прошиваем, я им все назвал, спросили фамилию, сами созвонились с той компанией, которая занимается ремонтом, и назначили термин на сегодня между 14 и 16 часами. Часами. Окей, хорошо, я говорю, буду ждать. Потому что как-то нужно зайти же, будет сотрудник этой компании к нам, чтобы сделать этот домофон, посмотреть. То есть открыл окно специально, подготовился, думаю, слышу машину, посмотрю, кто, буду бегать смотреть, кто-то приехал, если что, открою, потому что у них там машина вся изрисованная с названием компании. Вот. И как бы время еще у нас было, наверное, часов 11, и мы с Глебом были дома, слышу такой стук в дверь, прям под дверью кто-то стучит, и думаю, блин, кто там стучит. Открываю дверь, опа, смотрю, стоит сотрудничек, который приехал с этой компанией, говорит, у нас поступила заявочка, по вашему адресу у вас имеется проблема с домофоном. Я говорю, да, так и есть. Говорит, можно посмотреть. Зашел, посмотрел, и вот, смотрите, как он делал вот этот осмотр. Я немножечко заснял его. Осмотрев наш Wechselsprach Anlage, так именно называется домофон по-немецки, еще раз посмотрю Wechselsprach Anlage, он сказал, что он у вас сломан, потому что электричество шло, поступало. Но там перегорела катушка, такая есть небольшая катушечка, и она вот именно перегорела. То есть из-за этого не проходил звонок. Он говорит, нужно менять. Я говорю, как долго это все будет происходить? Он говорит, сейчас я схожу в машину, если у меня в машине есть новый аппарат, то я вам сейчас поменяю. Если нет, то нужно будет мне съездить на фирму, взять новый аппарат, и тогда где-то с 14 до 16 часов я приеду и вам поменяю. Окей, я говорю, хорошо, он ушел, пришел полностью с инструментами и принес новый аппарат. То есть замечательно, классно, супер. Нам начали делать наш домофон, и вот уже его сделали. Посмотрите, как сейчас он у нас лыбит. Все, сделали нам аппарат, новый совершенно поставили. Тот старый просто-напросто нужно было вытянуть. Он был очень-очень старый. Как вам сказал, это был аппарат еще конца 80-х годов. То есть когда дома здесь построили, тогда этот аппарат и ставили. Сейчас у нас вот такой вот новенький домофон, аппарат, и все функционирует. По времени где-то заняло, у него надо сделать, ну, в течение получаса. Это с тем условием, что он еще полностью сверлил новые отверстия в стене для того, чтобы установить этот аппарат. Как я уже сказал, старый вексеншпехенлаг у нас был приблизительно конца 80-х годов. С момента постройки дома его поставили здесь, и он еще до сих пор не менялся. Поэтому сейчас супер, что нам поменяли. Если вам это мое видео понравилось, то мы ставим лайки. А я еще раз повторюсь, что нужно сделать. И вы, если в каком-то состоите сообществе, общество Вонукс, Газельшафт вашего города, и снимаете в них квартиру, то вам нужно либо позвонить по телефону в эту компанию и сказать, какие у вас имеются проблемы, либо сходить самостоятельно и сказать, какие у вас имеются проблемы. Вы подаете тем самым заявочку, они либо сами связываются с фирмой, которая вам будет это делать. У нас было такое, что когда мы жили еще по другому адресу, в старой квартире, нам давали номера телефонов, и мы сами созвонились с фирмы и назначали термин. Ну, вот сегодня мне как бы они сами позвонили и назначили термин. И тогда уже ждать, когда придет работник и сделает вам все. Я буду на этом свое видео заканчивать. Я вам желаю хорошей рабочей недели. Всего вам доброго. До встречи в моих новых видео. И без пальцев. Чус.